Возвращение в Байкале Почему именно в столицу Бурятии, объясню чуть позже. Наше знакомство с городом началось со встречи с легендарным памятником Ленина. Это самая большая скульптура главы Ленина в мире. Прилетели мы в 6 утра. Город был безлюден, и Арбат предстал перед нами во всей своей красе. Водигитриевский кафедральный саббат. Первый деревянный храм на этом месте стоял аж в 1700 году. Недалеко от собора находится Поклонный крест. Здесь в 1666 году в месте слияния рек Уды и Селенги русскими казаками был возведен Верхнеудинский остров. Отсюда и взял свое начало город Улан-Удэ. Место основания города Улан-Удэ. Вызвав такси, мы направились в буддийский датсан Ринпочи Бакша. В храме находится 6-метровая статуя золотого Будды. Она является самой большой в России. Место удивительное. Здесь открывается прекрасный вид на весь город. Также впечатляет огромное количество разноцветных лент. Буддисты повязывают ими деревья. Тем самым они отдают дань уважения духам, мест, а также просят о благополучии и исполнении желаний. Какая здесь природа. Еще zusammen. Продолжение следует. У местных жителей мы выяснили, что самым крупным и почитаемым в Бурятии считается Ивалгинский Датсан, который находится в 40 километрах от столицы. По пути нам встретился курган с надписью «Амани-бат-мэхум». На его вершине располагается ступа Будды. Для Ивалгинского Датсана мы добрались быстро, покушали, попробовали местное блюдо, позы – это бурятские манты. Купили сувениров и пошли в сам Датсан. Главной святыней монастыря является нетленное тело Хамбалама Даши Доржо и Тегелова. Нам повезло, в день нашего посещения был праздник, и мы смогли увидеть главную святыню. «Амани-бат-мэхум»… «Амани-бат-мэхум»… Удивительно, да? Я тоже удивился. Я тоже удивился. Я тоже удивился. Вот первые кадры, первое видео Байкала. Великолепные впечатления, супер, супер. Ясно, космос. Байкал! Чистейшая вода Байкала. Вообще чистейшая просто. И водичка не совсем, ну, не холодная, нормальная. Класс. Сегодня даст Бог нырням. Что там говорил? Куда мы попали? Где мы находимся? На каком земном шаре мы находимся? Куда нас занесло? В Самаре. Сейчас уже на Байкале. У-ху! Так. Это место называется Баргусинский залив. Если вы посмотрите на ту сторону, вы увидите, что там есть окончание вот этих гор, да? Вот они находятся примерно на середине самого озера. Отсюда мы побежим. Ну, буквально через 55 минут. Мы за чистый Байкал. Пойдем бежать. А ну и реклама. У Кэрнвест. Урэв. Он вы убежит. я отлично бег по байкалу продолжается осталось километров 98 такие вот леса, горы что касается марафона, бегали мы 21 километр, это половинка результат у нас скромный, более двух часов связываю это с усталостью, с тем что не восстановились да и когда летели не спали но в любом случае мы очень довольны тем что мы оказались здесь после того как мы пробежали, поспали часа два и пошли обедать сейчас мы идем по территории базы отдыха ровесник территория большая, здесь есть и футбольное поле и столы для настольного тенниса но самое главное что от любого дома до байкала всего лишь 5 шагов территория побережья, она как и песчаная, так и галечная то есть можно найти пляж на любой вкус вода чистейшая сейчас мы идем запускать квадрокоптер байкал прекрасен, оставляю вас с ним наедине до встречи Субтитры сделал DimaTorzok Одна семейная пара попросила снять меня на квадрокоптер В целом буряты очень приятные люди Они детей своих называют русскими именами Да и сами они считают себя в основном русскими И вот мы дошли до момента, где можно дать ответ на начальный вопрос нашего фильма Почему именно Улан-Удэ? Почему именно сюда надо ехать, чтобы познакомиться с Байкалом? В Баргузинском заливе можно плыть и пить воду из озера В Чеверкуйском вас ждет отменная рыбалка Что касается ушканьях островов, то тут находится лежбище байкальских нерп Ученый до сих пор ломает голову, как морской котик оказался в Пресном озере Нерпы – это визитная карточка Байкала Отдыхали и бежали мы марафон вдоль Баргузинского залива Завтра нас ожидала поездка в заповедное Подлеморье И знакомство с Чеверкуйским заливом В надежде встретить байкальских котиков Нерп Западное Подлеморье Это самый первый в истории России заповедник, основанный еще при царе Территория его огромна, она охватывает весь Баргузинский полуостров Здесь живет огромное количество видов живой природы, относящейся к Красной книге Не говоря уже о медведях, которых здесь очень и очень много Особую активность они проявляют весной, когда выходят к людям в поисках пищи Мы, к сожалению или к счастью, мишек не видели Но здесь их, по словам экспрессоводов, очень и очень много Приехали мы к Чеверкуйскому заливу, поселок Монахово И сели на наш катер Чеверкуйский залив, по которому мы сейчас плывем на катере Занимает второе место по площади на территории озера Байкал Вся зона вокруг залива является заповедной Средняя глубина составляет 10 метров Залив весьма неглубокий, поэтому он хорошо и прогревается Максимальная температура в августе составляет до 25 градусов Это место является одним из самых теплых на территории озера Байкал При этом здесь отличная рыбалка Здесь водится щука, кариус, окунь, омуль На территории залива много островов На островах селятся бакланы Которые продуктами своей жизнедеятельности напрямую влияют на растительность этих островов Как видите, в заливе образовался такой остров скальный Если приглядеться, можно увидеть разные рожицы Порою даже жутковатые После плотного обеда нас капитан отправил купаться на голоснежный пляж На Байкале погода быстро меняется Как только мы тронулись, залив окутал густой туман Мы прибыли в небольшую бухту Здесь нас ждали два термальных источника Один температурой 35 градусов Второй температурой 45 Источники термальные целебные Они улучшают работу опорно-двигательного аппарата При этом нас предупредили, что если мы после окунания залезем в Байкал То возможны ухудшения и проблемы в работе наших суставов Поэтому все рекомендации мы выполнили То есть мы не залезли в Байкал после источника Там дальше второй термальный источник Наше путешествие подходит к концу И настроение в этот момент было очень печальное Потому что нужно прощаться с этим прекрасным, замечательным местом Честно вам скажу, что я влюбился в это место, в это озеро Оно действительно святое Оно одно такое Не только в России, но и в мире Нас ждали чайки И они подняли настроение Все, снимаем Еще давай Наш долг сохранить тебя Сохранить твою чистоту О прекрасной, о удивительной Уникальной Байкал 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 Байкал